Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жернакова представляет видеопрезентацию «Филипп Пулман. Детские книги для взрослых сердец». 19 октября исполняется 77 лет Филиппу Пулману, английскому писателю, наиболее известному своей трилогии «Тёмное начало» и тетралогии «Удивительные приключения Салли Локхарт», лауреату премии имени Астрид Лингрен. Книги Филиппа Пулмана открыли читателям новые миры, ими зачитываются взрослые и дети во всем мире. Ко дню рождения писателя рассказываем о его творчестве. Филипп Пулман родился в городе Норридж 19 октября 1946 года в семье военного летчика. Его мать звали Одри Эвелин Пулман. Отец будущего писателя Альфред Аутрам Пулман служил в Королевских ВВС. Семья Пулмана часто переезжала в связи с работой отца. Филипп побывал в Зимбабве и Южной Родезии. В детстве воображение маленького Филиппа питывали многочисленные путешествия с родителями по всему миру. «Мы были, как перекати поле», вспоминает писатель. Похоже, именно плавание по морям и океанам способствовало развитию писательского воображения. Отсюда такой эпический размах и широкое видение мира. В 1953 году, когда Филиппу было 7 лет, одец мальчика погиб в авиакатастрофе. Мать Филиппа вступила во второй брак. Отчим тоже был военным летчиком. Семья перебралась в Австралию, где Пулман прожил до 1957 года. Там он понял, насколько сильна его любовь к литературе. В детстве Пулман был большим фанатом комиксов. Ему нравились британские «Орел» и «Удача легиона», а также американские комиксы с участием Супермена и Бэтмена, которые он открыл для себя, когда его семья жила в Австралии. Когда ему было 11 лет, семья вернулась в Англию и поселилась в Северном Уэльсе. Там мальчик провел много времени со своим дедом, английским сельским священником. Большое влияние на него оказала и учительница английского, миссис Энни Джонсон. Пулман до сих пор посылает ей копии своих книг. В 1957 году Филипп прочитал классическую поэму Джона Мильтона «Потерянный рай», где идет битва между добром и злом за власть на небесах. Позже она стала основой для его трилогии под названием «Темное начало». Окончив школу в 1963 году, Филипп Пулман продолжил обучение в Оксфорде, где изучал английскую филологию. Позже работал библиотекарем, а потом, получив соответствующую подготовку, стал школьным учителем и 12 лет преподавал в Оксфордском колледже ряд специальностей в школе второй ступени. Он прирожденный рассказчик и хороший учитель. Дети обожали, когда он читал им Илиаду. Его кумиры Гомер, Свифт и Диккенс. Карьера учителя складывалась для Пулмана довольно успешно. Развитая в ходе длительных путешествий фантазия, набор историй детских годов и педагогический талант позволяли ему без особых усилий ловить с учениками. Работать учителем Пулману нравилось. Он был самозабвенно предан своему делу и ученикам. Еще будучи учителем, он начал писать для детей. Работая в школе епископа Кирка в Саммертауне, писал книгу «Призрачный шторм», которая вышла в 1972 году и получила премию «Новый юный писатель английской библиотеки». Книга была рассчитана на взрослую аудиторию и не принесла Пулману значительного успеха. Пулман называет себя сочинителем истории. Он больше известен как детский писатель, но первый ему роман «Галатея» был адресован взрослой аудитории. По роду своей деятельности Пулману также приходилось писать сценарии для школьных постановок. Именно этот опыт вдохновил Пулмана на написании первой подростковой книги «Граф Карлштайн». В книге есть все необходимое для приятного времяпрепровождения. В первую очередь мрачный замок в горах Швейцарии, где томятся юные племянницы коварного графа. Граф замыслил погубить девочек, откупившись их жизнью метод ужасного демона, дикого охотника, повелителя гор. Жители горной деревушки в страхе. Сумрачную атмосферу разряжает парочка смешных полицейских, толстый и тощий, которые по воле автора постоянно все путают и арестовывают не тех, кого следует, в том числе и друг друга. А уж когда на сцене появляется беглый мошенник-фокусник доктор Кадавереце со своей кунсткамерой, все происходящее и вовсе приобретает оттенок циркового представления. Это готическая сказка с привидениями и погонями. В 1986 году писатель становится преподавателем в Вестминстерском колледже, где он проработал 8 лет. Читал лекции о викторианских романах, народных сказаниях и сочетании текста и иллюстраций. Известность Пулману принес детский детективный цикл о 16-летней Салле Локхарт, действие которого происходит в XIX веке в Лондоне. «Рубин во мгле», «Тень полярной звезды», «Тигров в колодце», «Оловенная принцесса». Кстати, первый роман этого цикла написан на основе пьесы, которую Филипп Пулман написал для своих учеников, когда работал в школе. Внеся в повествование в прошлом, в современный стремительный ритм, писатель остался верен лучшим чертам детективного жанра – таинственности преступления, победе конечной справедливости и торжестве дружеской преданности. «Рубин во мгле» – первая книга серии о Салле Локхарт, молодой амбициозной девушке 16 лет, живущей в Англии в конце XIX века. Она необыкновенно хороша собой, но она совсем не жеманна, изнеженная барышней викторианской эпохи. Салле лихо скачет на лошади, без промаха стреляет из пистолета и умело ведет дела. Ее знания литературы, языков и музыки оставляют желать лучшего, зато она умеет вести бизнес. Когда при загадочных обстоятельствах в Южных морях погибает отец Салле, капитан Локхарт, в жизнь девушки входит тайно от разгадки которой зависит ее жизнь. Салле остается одна в туманном Лондоне. Таинственное письмо только подстегивает желание раскрыть тайну его смерти. Теперь и жизнь Салле в опасности. Как сгущается смокным городом, так сгущается тайна от разгадки которой зависит ее жизнь. А виной всему красный рубин, кровавый след которого тянется из прошлого. На фоне реальных исторических событий автор продолжает рассказывать о дальнейшей судьбе Салле Локхарт. От романа к роману Салле растет. У нее дочь, бизнес процветает, но судьба подсовывает ей все новые и новые испытания и расследования. Вторая книга носит название «Тень полярной звезды». Повзрослевшая Салле открывает свое дело. Теперь она консультант по финансовым вопросам. Но однажды Салле и ее друзья поневоле становятся детективами. Случайные, казалось бы, события, произошедшие с каждым из них, оказываются звеньями одной цепи. И за всеми стоит владелец компании «Полярная звезда». Беллман всемогущ. Он торгует смертью и создает чудовищные паровые ружья. С каждым шагом Салле и ее друзей Джима и Фреда все сильнее затягивают в зловещую тень полярной звезды. В третьем романе серии «Тигров колодца» героине потребуется все ее мужество и природный ум, чтобы противостоять безжалостному противнику, явившемуся из прошлого и готовому уничтожить ее любой ценой. Салле Локхард давно не была так счастлива. Она живет в старинном особняке вместе с маленькой дочерью и слугами. Бизнес ее процветает, а лучшие друзья путешествуют по миру. И тут, словно гром среди ясного неба, проходит уведомление из суда. Проводя собственное расследование, она окажется в опасной близости от тигра, коварного и мстительного цадика. Эта детективная история происходит в Лондоне в 1881 году и переплетена с реальными событиями того времени. «Оловянная принцесса», четвертая книга серии, повествует о том, как долгие годы Салли и ее друг Джим искали Аделаиду, девочку-сироту, исчезнувшую в лондонских трущобах. Когда их поиски вынчались успехом, малышка Аделаида уже выросла и стала принцессой маленького европейского государства. Со всех сторон крошечную Рацкавию окружают заговоры и враги. А на членов королевской семьи объявлена настоящая охота. Герои попадают в самую гущу исторических событий. От их воли и мужества зависит, сохранится ли королевство на карте Европы. В 1995 году вышла в свет первая книга цикла «Темное начало» роман «Северное сияние». Название цикла «Темное начало» взято из поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай», большим поклонником которого Пулман является. Помимо этого на творчество Пулмана оказала влияние поэзия Уильяма Блейка, который также входит в число любимых авторов писателя. Книга стала популярной. Пулман был награжден медалью Карнеги и Уббирской премии. Наряду с положительными откликами книга вызвала ряд критических выступлений, в первую очередь со стороны религиозных организаций. Пулмана обвинили в клевете на церковь и антиклирикальной пропаганде. Трилогия «Темное начало» включает «Северное сияние», которое в США вышло под названием «Золотой компас», «Чудесный нож» и «Интарный телескоп». Трилогия «Темное начало» – три самые яркие и неоднозначные книги столетия, покорившие сердца миллионов взрослых и детей по всему миру. Рекламный слоган, представляющий читателю пулмановские романы – «Детская книга для взрослых сердец». Действие в книгах трилогии разворачивается в мире, где сосуществует мания и наука, в параллельной чем-то похожей на нашу, а чем-то отличной от нашего мира реальности, живет девочка Лира Белаква. А еще ведьмы, панцирные медведи. У всех здешних людей существуют помощники, Дэймоны, принимающие облик различных животных. Детские Дэймоны могут меняться, а у взрослых Дэймон принимает статичную постоянную внешность. Без Дэймонов люди не могут жить. Дэймон – это аналог человеческой души. Трилогия «Темное начало» – это фантастическая, трогательная, философская притча о приключениях необычной девочки Лиры Белаквы. Жизнь Лиры бесповоротно меняется после того, как она предотвращает попытку убийства ее дяди, могущественного лорда Азриэля, и случайно слышит загадочный разговор о таинственных частицах под названием «Пыль», грозя сих уничтожить все миры. Между тем в городе начинают пропадать маленькие дети. Чтобы спасти дядю и друга Роджера, похищенного для страшных экспериментов, а также раскрыть тайну исчезновения детей, Лира отправляется на крайний север, где бродят бронированные медведи Панцирберна, летающие ведьмы, а с небес сыплется загадочная пыль, и в свете северного сияния проступают очертания призрачного города. На протяжении всех трех книг читателей ждет череда опасностей и приключений, переживаний и открытий вместе с Лирой и лишь в самом конце возможность узнать, чем решится судьба миров, а зависящая от выбора одной единственной девочки. Книги вошли в круг чтения старшего школьного возраста, потому что уникальный сюжет удерживает читательское внимание и позволяет воспринимать это как удивительную сказку. И остается лишь жалеть, что в трилогии книг только три. Трилогия «Темное начало» стала мировым битселлером. Роман «Северное сияние» первый в трилогии назван лучшей книгой для детей последних 70 лет. «Янтарный телескоп» заключительная книга трилогии получила премию «Уайт Бретт» за лучшую книгу года. Успех «Северного сияния» позволил Пулману оставить преподавательскую деятельность и сосредоточиться на литературе. В последующие годы вышли продолжения «Темных начал», а также множество других книг писателя. Так, например, Пулман является автором книги «Джек. Пружинные пятки». Этот непобедимый герой с приделанными каблукам-пружинами был известен задолго до Супермена и Бэтмена во времена королевы Виктории. Сказка начинается эпиграфом. «Была темная бурная ночь». Но, несмотря на стремительное действие и напряженную интригу, здесь гораздо больше юмора и насмешливой улыбки, чем будоражащих ночных кошмаров и мрачных аллегорий. Пулман является автором цикла романов «Сломанный мост». Здесь он рассказывает о взрослении девочки, родители которой принадлежат к разным расам. Также он написал современный детектив об утрате иллюзий «Белый Мерседес» и фэнтезийную историю «Часовой механизм» или «Все заведено», действие которой происходит в Германии. Эта готическая сказка вызывает в памяти холодное сердце Гауфа, песочного человека Гоффмана и даже легенду о докторе Фаусте. Пружина сказочного сюжета заведена здесь так крепко, что каждый шаг, как принято говорить в подобных случаях, неуклонно приближает героев к роковой развязке. Впрочем, история о часовых механизмах, заводных игрушках и зловещем докторе к Альмениусе заканчивается вполне благополучно, как раз потому, что заведена правильно. Дочь изобретателя фейерверков. Условно-восточная сказка. Рассказывает историю девочки Лилы, желающей продолжить дело отца и стать таким же, как он, мастером фейерверков, даже вопреки воле родителя. На пути к своей мечте девочке придется столкнуться с речными пиратами, огненным демоном и множеством других приключений. А помогут ей в этом лучший друг Чулак и говорящий белый слон Гамлет. Также Филипп Пулман является автором фэнтези о животных «Я был крысой» или «Скарат Клиппер». А еще он автор нескольких пьес на основе классических произведений и составитель антологии «Детективные истории». В 2004 году Пулман частично вернулся к преподаванию и сейчас периодически читает лекции в своей альмаматоре – Эксетер-колледже Оксфорд. В том же самом году он был избран президентом общества Уильяма Блейка, а через год награжден одной из самых престижных наград в детской литературе – премии Астрид Лингрен. Стал почетным профессором университета Бангар, а также получил степень магистра в области творческого письма, что стало его значимым повышением. Он известен деятельностью в защиту гражданских свобод. Сам Филипп Пулман до сих пор живет в Оксфорде с женой Джуди, имеет двух взрослых сыновей и продолжает работать над новыми произведениями. Критики сравнивают Филиппа Пулмана с Чеховым, Диккенсом и Достоевским. Все книги Пулман пишет от третьего лица, он предпочитает работать над книгой в саду своего дома по раз и навсегда заведенному порядку. Каждый день он сочиняет в среднем 1100 слов, три страницы, всегда пишет от руки шариковой ручкой в специально разлинованном блокноте и придумывает первое предложение накануне, чтобы не начинать утро с пустого листа. Своим Деймоном автор хотел бы видеть дельфина за сообразительность или сороку за проворство. В 2012 году вышла книга «Сказки братьев Гримм» на новый лад, который предлагает современному читателю авторский перевод 50 классических сказок братьев Гримм. Пулмановский пересказ любимых и знакомых каждому истории это не интерпретация, а собственное видение народного творчества европейских сказочников. Главной моей целью, говорит автор, было сделать так, чтобы эти сказки воспринимались как истории. Здесь я пересказал самые лучшие и интересные из них, убрав все то, что мешает свободному течению рассказа. Я не ставил себе задачу или поэтические вариации на тему, просто мне хотелось, чтобы моя версия была прозрачной, как вода. Литературный критик Гарольд Плум писал по этому поводу. Весь его талант, в том числе прозаическое красноречие и его бесконечно возвышенное романтическое воображение проявляются в этих удивительных пересказах. Ну а в мае 2017 года в одном томе вышел новый графический роман Филиппа Пулмана под названием «Приключения Джона Блейка. Загадка корабля-призрака». Однажды погрузившись в миры Филиппа Пулмана, навсегда становишься заложником таланта и фантазии автора. Книги, подобные темным началом, учат нас читать несколько иначе, нежели читали люди полвека назад. Не просто внимать рассказчику, но отыскивать давно знакомое, как бы складывая пазл из фрагментов, которые каждый из нас когда-то где-то уже встречал. В настоящее время Филипп Пулман продолжает радовать нас своими произведениями и их экранизациями, ибо его произведения и талант не имеют границ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова